Сделала я эхокардиограмму. Дэниел говорил, 10 минут и всё. Целый час. Мрыжили меня. Что-то всё там она вылавливала. Не знаю, выловила чего или нет. Ну, ещё в молодости у меня говорили, что пролапс метрального клапана. Как бы дефект небольшой. Ну, если не ухудшилось. Ну, наверное, ухудшилось, раз перебои чаще стали. Не знаю. Ну, вряд ли что-то изменят. Провериться не мешает. Ищу машину. А, вот она моя малявка. Час езды домой. Осталась у меня стресс-тест в конце месяца. Как говорится, морда красная. Ну, целый час. И надо на боку. Одна рука вытянута. И что-то она мне встрелять начала в ногу. Длил её от спины. Ой, как потерпела в этой позе. Такая резкая боль. Ну, ещё раз, кто не знает, объясняю, что это у меня очки не для красоты. Байфокал. Вдаль и вблизь. Что-то я такая... Для вождения как раз с машины. И от солнца. Сидят очень удобно. Лёгкие. Не соскальзывают. Настоящие очки. Дорогие. 800 долларов. Чтоб не критиковали бы их. Ну, поехала. Сейчас долгая дорога в Дюны. Час езды. Встретимся позже. Ну, что? У нас не бывает тоже без происшествий. Мы не успеваем ходить. Не знаем, что вперёд. Данилке к врачу, мне к врачу или сочи. Глаз у ней, да, как типа пельма появилась в зрачке. Но её совершенно это не беспокоило. Она не чесала. Она не щурила глаз. Мы проверяли, что видит или нет. Видит. С этой стороны, с правой. И вдруг вчера вечером она начала его прищуривать. Вы представляете? Просто вот вечером. Гуляли мы с ней, всё было нормально. Вдруг начала прищуривать. Я её как бы влажной салфеткой протёрла. Думаю, может, что-то попало. Утром она встала у ней. Дрейнич, ну, выделение, знаете, из глаза. Короче, из того ни с сего началось воспаление. Вообще, было чисто всё в глазу. Никаких выделений у ней не было. Чистые глаза я проверяла, трогала всё время. Вдруг началась вот эта какая-то опять инфекция. Но сегодня у ней уже был appointment к грумеру. После урагана там тоже мы ждали неделю. Она сейчас линяет, как от луанчик, необходимо. Любит она этого грумера, Дэниел. Говорит, сразу к нему побежала. Ну, а потом будем уже к врачу. К врачу. К ветеринару, вернее. Всё равно сейчас надо показывать. Мы не показывали, потому что глаз её не беспокоил. Ничего, вот она даже вообще, как будто ничего не изменилась. Только нам было видно. Это пельмо. Ну, что-то, видимо, пошло не так. Не в лучшую сторону. Такие дела. Сама сегодня поехала, съездила. Вот уже подъезжаю скоро домой. Хорошо, что я взяла выходные на поездки на свои к врачу. Потому что очень, ну, всё равно стресс перед работой. И сразу идти на работу после этого. Как-то уже надо щадяще относиться без стресса. Дэниел, говорю, можешь звонить к ветеринару. Не забудь, что у тебя в среду appointment тоже как глазно. За очками. Тоже переживает. Ему же, когда он пошёл со мной к глазному, ему вообще отказали в очках. И вот он в течение, считайте, сейчас у нас что, октябрь, целый год, начиная с января, он делал уколы и лазерную терапию в глаза. Чтобы хоть чуть-чуть улучшить зрение, и чтобы можно было очками пользоваться. Вот в среду он пойдёт за очками, но переживает. Вдруг где-то пять откажут. Ну, продолжает он ходить к врачу. Ну, уже так, как бы, профилактический укол ему ставят, потому что у него там всё равно, так как он диабетик, глазное дно, ну, воспалённое, понимаете. Хотя он держит сахар изо всех сил в норме, проверяет, инсулин ставит, за питанием как никогда следит, потому что понял уже, что всё. Сначала он думал, да, сердце поменяли, новое сердце, всё хорошо. А потом, когда начались вот такие, то глаза, то почки, то ноги отекают. Ну, короче, всё, что угодно. Только нездоровое сердце. Поэтому сейчас переживаю я, не знаю, и за Данилку, и за Сочин глаз. Вообще его прикрывает она. Вчера прямой эфир был, всё нормально, она во все глаза смотрела, никаких признаков не было. Вдруг вечером вот это началось. Вот какая-то инфекция у ней. Ну, ухо, ухо у ней тоже, по-моему, с этой же стороны, с правой болело. Или с левой. Ой, не помню уже. Ну, а теперь глаз. Так что с возрастом. Животное-то большая, конечно, ответственность. Большие затраты. Поэтому, конечно, мы стараемся как можем. Забор у нас пошёл вообще уже в последнюю очередь. Потому что Данилке надо очки. Это тоже плод стоит почти, наверное, 500 долларов. Потому что он тоже хочет, чтобы от солнца, конечно, защищало и байфокал. Но он не хочет, как я, байфокал. Будет отдельно стёклышко внизу вставлять. Не знаю. Вот упертый, как баран. Один раз пробовал, что-то говорит. У него голова кружилась. Но я не понимаю, как могла голова кружиться. Но не знаю. Ну, тут что, дома перевозят. Вперёд ехала авария, была. Видите, готовые дома. Заезжай, живи. Ну, вот так. Весёлого-то мало. Хочется что-то весёлое. Но вы в любом случае сейчас весёлого вообще мало. Каждый веселится как может. Ну, танцы мои 15 секунд, это так, знаете, чтобы сколыхнуть себя немного. Я не пытаюсь что-то кому-то доказать. Для себя-то я делаю. Мне нравится. Ну, и надеюсь, что моим подписчикам, кто действительно смотрит меня много лет и отнесутся к этому, ну, будем говорить, положительно. Понимаете? Как бы, ну, это совершенно безобидно. Без какого-то бульгарства. Понта. Чисто вот как могу импровизирую. 15 секунд, секунд музыка, и я импровизирую то, что могу, то, что получается. Ну вот, сейчас заеду за молоком. Молока у нас нет, что-то я не хочу. Вот знаете, когда дома ничего такого есть, серьёзного не хочу. Чтобы там мясо. Ну, Дэнио буду сегодня готовить. Рыбу, курицу сделаю. Вот. На работу-то, чтобы брал. Овощи. Ну, всё как положено. Стараются. Ну, а там как Бог уже отпущено. Как Богом будет отпущено нам. Так же у меня, если что-то найдут, уже не вылечат всё равно. Ну, какими-то таблетками, может, прогляд. Не дай Бог, операцию какую-нибудь предложит. Не хочу я операцию. Я насмотрелась на Данилкины мучения. Честно вам скажу. Не знаю, решилась бы я. И он, наверное, бы сам не решился на такую операцию. Отказался бы, наверное. Ну, они же вдохновляют. О, новое сердце у тебя сейчас будет. Вот. Всё хорошо. У тебя все органы, как у молодого, 20-летнего. Вот осталось сердце. Сейчас поменяем. И будешь как молодой. Ну, вот, видимо, поддерживали, понимаете? Я что, проехала свою установку? Уже Диленд. Ой, блин. Точно проехала. Вот что значит ехать и болтать. Нет, не проехала. Экзит 114. Там уже проехала. Они на одной планке Далтона и Диленд 114. Экзит 114. А новое сердце-то, ну, знаете как? Уже как отремонтированный мотор в машине. Подстраиваются под машину. Сработаются, не сработаются. Ну, Дэниел старается. Конечно, вес лишний никому не нужен. Ну, если бы все могли с ним справиться. Не было бы полных. Но, к сожалению, организм иногда... Все, как говорится, что бы ты ни делал, пользы никакой. Упрямой, будем говорить. Ну, вот и все. Съезжаю со скоростной дороги на свой экзит. Будем говорить. Поездка закончена. Давно не была в пабликсе. Украшения, конечно, хэллоуины. Шаров всяких. Комендовали. Хотела готовить курицу. Но не удержалась. Ой, готовую купила. Отварную. Запеченную. Раз я в пабликсе. Где ж мои любимые яблоки? Я уже и забыла про них. Но их и не видно. Их и не видно. Это название. Ох, вот эти, похоже. Нет. Просмотрела все. Если компанию не поменяли. Так я не увидела. Давно и не была здесь. Так и не нашла я яблочки. Дэц не хочу. Фиги. Вот только в своем пабликсе я могу найти фиги. В других магазинах и других пабликсах. Сколько искала, не могла найти. Красотульки. Давно вас не ела. Да, цены, конечно, и так были не дешевые. Но сейчас 5 долларов за одну упаковочку. Фигушек. Комитор, что ли, взять. Нарезать, покушать. Вкусненьких. Сколько такая упаковка? Тоже 5 долларов. Ну, ладно. Надеюсь, вы сладенькие. Пило яиц, молока, кефира. И Дэнил прям скулит. У нас нет нормального белого хлеба. Только черный. Он никак его не признает. А я не могу на белый смотреть. Хоть немножко с темнинкой, что ли, взять ему. Ну, вот такой вот этот белый белый. Хотя я сейчас стал есть все, что я покупаю. Италия стайл брэд. Ой, господи. Редко ест он, но если делает там, знаете, рыбный сэндвич или что-то. Или вот с яйцами может сделать. 16 долларов взять, возьмем хорошую еду, попробуем. Пробнички она у нас брала ножками. Появилось у него тут много всякой еды. Ну, вот брали мы пробнички. Овечечек, барашков она. Байчик. Вот, Данилка все по игрушкам. Чего, красавчик? Говорить будем? Нет? Говорит, все позволят ему делать. Говорит, не кусала его. Ничего. Показывает, что он может трогать ее. Говорит, send камеру. Говорит. Вот, blабки. О, это Carlos. О, желание! О, бери! Это Карлос! Карлос! Моя божественная Ты мой героя Так, вот и Стой, стой 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 Хорошо Стой Придцать Стой 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 Хорошо 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 Ооо Ооо Идиари Минцы, ты не думаешь, что ты должен быть скучно о ее глазах? Сочи Хвалит ее и хвалит как она Моя крылья Все позволяет ему Моя крылья Но видишь как она меня обрадит? Когда она остается, она остается Да, да, да Даже венчисе Она думает о ее Данила, сид Данила, сид Не, спасибо Но когда я Когда никто не знает, она сидит Ооо, как ничего Ооо, да Я знаю, когда ты видишь, она будет скучно Ооо Ты готов? Дай мне знать, как она идет Ооо Спасибо Спасибо Здорово Мне надо отдыхать Достаточно стресса Данилка сел за руль, потому что Ооо Ой, ооо Спи давай Ое Как она делает? Сокоса Одно Вернай вверх Может быть, что папа сказала Что? Что она смешивает Махом Махом Вернай? Да Да Я сказал Я сказал Слушайте, слушайте Но я не думаю, слушайте Скажи ему Почему она кусается? Да, на ферме, говорит, мы следили за собаками. Иди в окошко, смотри, где? Окей, close, да, she don't look in any. Приедем домой, будем звонить ветеринару. Капельки выпишут. Капельки выпишут. There you go, look whatever you wanna live right. We don't live it? Угу.